МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джеймс Нахтвей был отмечен премией принцессы Астурийской в номинации «Связь и гуманитарная деятельность». Джеймс Нахтвей, приветствуем вас на Евроньюз и поздравляем с этой наградой. Почему вы выбрали фотографию в качестве профессии, именно военные репортажные фото? Британец ваш коллега Дон Маккаллен сказал, что быть фоторепортером можно, только если имеешь призвание к такой работе. В чем заключается ваше призвание? Мое призвание – рассказывать людям о том, что происходит в мире. На войне ставки меняются, они становятся больше жизней и оказывают очень большое влияние на то, что происходит в мире. Фотограф может укрыться за теми политическими словесами, которыми обычно сопровождаются войны. И эта позиция по-своему и понятна и удобна. Она имеет объяснение. А есть те, кто идут на поле боя, и они рассказывают историю того, что случается с жизнями и существованием обычных людей. Они показывают то, что приносит война на самом деле, и они в данном случае рассказывают и о тех, кто принимает решение развязать войну, потому что в итоге именно они и оказываются ответственными за происходящее. Тогда общественное мнение может тоже влиять на происходящее, потому что то, что думают люди, то, как они оценивают политиков, меняет климат в социуме и меняет отношение к политикам к войне. Появляется надежда на изменения. Фотография может быть противоядием от войны? Да, в определенной степени это так. Снимок, который показывает войну в анфас и в профиль, не скрывая, не утаивая, это не военная, это антивоенная фотография. По моему опыту, если судить, то, видя, во что выливаются военные действия для общества и для людей, зная это, помняя об этом, очень сложно становится убеждать в обратном, в том, что война несет определенные бенефиции. Мне кажется, что хоть всегда имеется то, за что нужно и можно сражаться, и что иногда требуется себя и близких защищать, нужно помнить и о том, что война развивается по нарастающей. Эта логика в самой ее природе заключается. И это всегда приводит к увеличению жертв и страданий. Если говорить о людях, если оперировать ценностями человеческого существования, и об этом мы не должны никогда забывать и всегда думать о тех результатах, которым приводят бездумные решения развязать войну. Вы рассказывали о десятках военных конфликтов. Есть ли такие, что остались у вас в памяти и оказали на вас влияние в большей степени? Очень сложно выделить отдельный конфликт, когда эта ситуация в любом случае всегда наполнена страданиями, и в ней всегда страдают невинные. И всегда есть жертвы. Нельзя сказать, что одна война запомнилась мне больше, чем другая. Но, отметив это, я, пожалуй, выделю геноцид в Руанде. Там ситуация отличалась особой, страшной, труднопередаваемой жестокостью. Это невозможно было понять с рациональной точки зрения. Как получилось, что соотечественники смогли зарубить почти миллион человек, своих же собственных сограждан? Это бой не продолжалось три месяца, и они использовали топоры, прочий сельскохозяйственный инвентарь и домашнюю утварь, чтобы убивать. И никакой вины не было. Часто погибшие были соседями тех, кто их убивал мачете или ножами. И я до сих пор не могу понять, как такое в принципе могло произойти, как можно было убивать тех, с кем жил рядом, кого знал, с кем общался. Я это понять не могу до сих пор. Это не укладывается у меня в голове. Чаще всего ваши фотографии черно-белые. Это ваш способ, ваше ощущение реальности, которая шире монохромной гаммы, там есть оттенки. Почему лишь два цвета? Да, так и есть, черные и белые цвета. Но это не реальность, это скорее абстракция. Но с другой стороны, это и есть та самая квинтэссенция происходящего, того, что было, потому что цвет несет дополнительную эмоциональную нагрузку. Он может перетягивать на себя, что называется, эмоции. Он может смещать восприятие, впечатление может измениться. Я же хочу полной концентрации на том, о чем рассказываю с помощью того или иного снимка, чтобы ничего не отвлекало бы зрителя. И если вы сознательно лишаете фотографию подробностей, вроде цвета, и делаете ее черно-белой, аскетичной, вам легче донести ту идею, которую вы хотите донести, и послание, которое вы адресуете. Есть хорошие фотографии, а есть фотографии, которые мы называем легендарными. В чем заключается разница между ними? Они отличаются насыщенностью смыслов, уровнем разговора, который предлагается с тем, кто фотографию рассматривает, и тем, какое содержание, прежде всего, человеческое, автор закладывает в свой снимок. Это должна быть ситуация, которая, если можно сказать, выламывается из повседневной рутины. Она должна быть исторически значимой. В журналистике, как мы все знаем, важно оказаться в нужное время в нужном месте. Это звучит легко, а на деле оказывается сложнейшей для решения задачи. Приведу пример. Помните историю маленького мальчика, беженца, который утонул? Его звали Айлан Курди. Так вот, его фотография появилась в момент, когда мир уже знал, что происходит. И это изменило общественное мнение. Оно буквально взорвалось. То же самое произошло и со снимком, на котором была изображена вьетнамская девочка Ким Фук, которая убегала от напалмовых бомб. Все уже знали, что происходит, и даже были протесты. Но до появления этих снимков не было яркой иллюстрации подобной трагедии. Мнение социума подошло к точке кипения. Продолжая эту тему, того, как фотография влияет на поведение масс-медиа, в начале вещатели и редакторы часто сопротивляются публикации такого рода фотоматериалов. Вы вот упомянули снимок, на котором был изображен Айлан Курди, и наиболее частый аргумент, которым они объясняют свое нежелание публиковать такие фотографии, тот, что это лишает жертв в определенной степени достоинства, что порой это выглядит унизительно. С вашей точки зрения, насколько этот мотив оправдан? Если люди страдают или страдали, это не означает, что они лишились или были лишены достоинства. Если люди чего-то боятся, это не означает, что им недостает мужество. Люди в трудных обстоятельствах находят в себе силы их преодолеть. Я не думаю, что фотография погибшего мальчика как-то унижает его достоинства. Мне кажется, что она вызывает колоссальные сочувствия к маленькому ребенку, к его семье, к другим мигрантам. И если бы в фотографии было бы хоть что-то унизительное для того, кто на ней изображен, она бы не вызвала тех эмоций, о которых я упомянул. Подобный эффект симпатии и сочувствия просто бы не возник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!